Всем хай! Сегодня я расскажу о аниме «Тяжкий труд в подземелье». Что будет, если бизнесмен попадет в другой мир, без капли силы? Сейчас и узнаем. Всем приятного просмотра и погнали! Благодаря тому, что Кенди вкладывал свой заработок в разумные инвестиции, ему удалось добиться идеальной жизни, больше никогда не работая. В разгар празднования своего беззаботного будущего он переносится в другой мир. Этот мир населен всевозможными полулюдьми. В то время для людей было обычным делом копаться в подземельях в поисках сокровищ и сражаться с монстрами за власть и славу. Все изменилось, как только началась модернизация. Теперь все используют демонит, найденного в подземельях, в качестве источника энергии, и открываются компании, чтобы добывать эти драгоценные материалы. В одной из таких горнодобывающих компаний сейчас работает Кинзи. Эта компания вообще не заботится о своих работниках, заставляя их работать постоянно только для увеличения прибыли. Он крайне разочарован тем фактом, что его идеальная жизнь резко оборвалась. Теперь ему приходится работать изо дня, и конца этому не видно. К его удаче он обнаружил кое-что интересное. Он нанимает коллегу по работе из своей команды Ванибе, которого часто оскорбляют другие. Ванибе опасается связываться с Кинзи, поскольку тот печально известен тем, что он имеет огромные долги. Кинзи объясняет Ванибе, как он влез в долги, пытаясь убедить его объединить усилия. Ванибе соглашается с Кинзи, и они вдвоем заявляют, что будут совершать разведывательные туры. Это означает, что они углубятся в опасные уровни подземелья, чтобы найти демонит более высокого качества. После того, как они отправятся в путь, Кинзи сообщает Ванибе, что то, что он нашел, это секретный вход на нижний уровень подземелья. Убедившись, что они в безопасности, Кинзи ведет Ванибе вместо, богатое демонитом. После сбора большого количества демонита, на выходе их перехватывает большой дракон. Понимая, что дракон, скорее всего, их убьет, Кинзи использует свое остроумие, предлагая кормить дракона вкусной едой каждый день, если он будет защищать их от других монстров. В ответ, представившись Риму, дракон принимает предложение Кинзи и превращается в маленькую девочку, чтобы ей было легче следовать за ними. Таким образом, прибыль горнодобывающей команды, в которой работает Кинзи, должна стремительно возрасти. К сожалению, весь доход, который он получает, уходит на еду Риму, поскольку она оказывается постоянно голодна и готова съесть практически все. Во время одного из поисковых туров, Кинзи натыкается на некоторые магические предметы, которые были оставлены искателями приключений, встретившими свой неудачный конец в подземелье. Один из предметов оказывается Жезлом, который позволяет ему контролировать разум других во сне, заставляя их служить ему в то время, пока они спят. Он захватывает контроль над разумом своей команды, заставляя их работать каждую ночь, пока они спят, чтобы выкопать больше демонита. Утром они ничего из этого не помнят и только удивляются, почему они так устали. Ванибо предупреждает Кинзи, что тот нарушает довольно много законов, делая это, и что он должен остановиться, пока все еще может загладить свою вину. Но Кинзи не прислушивается к его предупреждению. Однажды ночью, когда Кинзи наслаждается прибыльными результатами своей схемы, волшебный Жезл достигает своего предела и перестает работать. Внезапно, придя в сознание, команда поняла, что происходит, и набросилась на него. Из-за действий Кинзи и Ванибо, их переводит в другую команду. Команда, о которой идет речь, отвечает за уборку после исследовательской группы, пополнение запасов для них, а также выполняет всевозможных поручений в подземелье. Выполняя свою новую работу, Ванибо оказывается пойманным сундуком-мимиком. Чтобы спасти его, Кинзи бросает все припасы, которые он нес, в рот мимика. Ванибо получает травму, а в потере всех припасов виноват Кинзи. Он вынужден работать в две смены, чтобы компенсировать отсутствие своего товарища по команде. Кинзи чувствует отчаяние. Он вынужден прибегать к краже мусора из ресторана, чтобы накормить Риму. Во время работы в свою смену, Кинзи полон решимости найти способ повыситься и не позволить компании уничтожить его. В этот момент член исследовательской группы пробегает мимо него, преследуемый армией муравьев-монстров. Они вдвоем бегут, добираясь до склада со снабжениями. Кинзи связывается со своим начальником, который находится сверху, но тот отказывается посылать им какую-либо помощь. Когда армия муравьев врывается в склад со снабжениями, Кинзи роется в доступных им припасах, и ему в голову приходит гениальная идея. Он смешивает зелье трансформации с кусочками муравьев-монстров, которые удалось срезать члену исследовательской группы. Выпив зелье, они превращаются в муравьев-монстров, благодаря чему армия оставляет их в покое. К сожалению, они видят, что не могут выбраться из подземелья, так как верхние уровни были запечатаны, как только их начальство поняло, что происходит. Заметив, что многие муравьи-монстры, измученные и раненые, Кинзи находит выход из затруднительного положения. Благодаря зелью трансформации, он способен понимать муравьев и говорить на том же языке. Используя свою харизму, Кинзи убеждает рабочих муравьев объединиться с ним, обещая им лучшие отношения и помощь против тирании муравьиной королевы. Его план работает идеально, и многие муравьи хотят лучшей жизни, чем та, которую они вынуждены вести на данный момент. Они настолько очарованы им, что даже после того, как действие зелья заканчивается, и он превращается обратно в человека, они все еще следуют за ним. Королева муравьев недовольна этим, стремясь извлечь выгоду из того факта, что прожорливый дракон с верхних этажей исчез. Внезапно на нее набрасывается орда муравьев, который протестует против нее. Она не понимает, что происходит, но в этот момент Кинзи выходит и объясняет ситуацию, говоря ей, что он пришел на замену ей, поскольку у нее нет необходимого таланта, чтобы управлять муравьями. Королева муравьев приходит в ярость. Проявляя свою силу, она переключается в боевой режим. Королева говорит ему, что единственное, что нужно для правления, это сила. В тот момент, когда она собирается нанести удар, появляется Римму. Она голодная и расстроена, потому что Кинзи давно ее не кормил, поэтому начинает гоняться за муравьями, которые находятся поблизости. Королева муравьев сразу узнает дракона, даже несмотря на то, что она в своем человеческом обличье. Кинзи удается отвлечь Рину от муравьев, дав ей немного мяса, которое он украл из склада. Благодаря этому королева муравьев и муравьи считают его героем своего вида. Несколько дней спустя, Ваниба возвращается к работе, извиняясь перед Кинзи за то, что ему пришлось работать больше, пока он выздоравливал. Кинзи отклоняет его извинения, говоря ему, чтобы он не беспокоился об этом. Вместо этого он просит Ваниба присоединиться к нему, в его плане по свержению компании, которая правит ими, поскольку они пытались скрыть тот факт, что они были брошены на съедение муравьям. Прося его присоединиться, он рассказывает ему, что он создал собственную группу в подземелье с муравьями-монстрами и Римму. The Dungeon of Black Company. К сожалению, происходит еще одна неудача, когда Кинзи и Ваниба отправляются в тренировочный лагерь, где они подвергаются дисциплинарным методам. Вся цель тренировочного лагеря состоит в том, чтобы превратить их в безмозглых ворчунов, которые будут рады приложить все усилия для успеха компании. Медленно, но верно, все начинает меняться и принимать свою судьбу, поскольку выясняется, что они постоянно подвергаются черной магии, которая постепенно промывает им мозги. Наконец, как только все они считаются обращенными, их отправляют обратно в подземелье. На обратном пути Кинзи и Ванибы выходят из этого состояния. Оказывается, что следуя плана Кинзи, они оба проглотили какие-то травы, которые не дали им полностью подвергнуться подчинению. Они также положили эти травы в еду магов, заставив их сойти с ума и взорвать весь лагерь после того, как они ушли. Вернувшись в компанию, они познакомились все, которые назначили ответственные за них. Ей трудно контролировать свою силу, поскольку она сбивает с ног Ваниба во время знакомства. Услышав, что Кинзи не предан компании, она отводит его в подземелье, чтобы выяснить, насколько он силен, чтобы она могла начать исправлять его поведение. Появляется большой монстр, и Кинзи отступает, будучи не в состоянии бороться с ним. Сия же легко побеждает монстра. Как только она видит, что Кинзи защищает муравья, который пришел к нему, она убеждается, что он на самом деле тоже монстр, у которого нет шансов против нее. Кинзи зовет Риму. Сия наносит удар по Риму, но не наносит ей никакого урона. Рим решает отнестись к Сия серьезно, превращаясь в более взрослую и могущественную форму. В этой форме она легко одолевает Сия. Ваниба догоняет их и обнаруживает, что Кинзи уже планирует свой следующий шаг с Риму и королевой муравьев, в то время, как связанная Сия ворочается позади них, крича, что они нарушают политику компании. Чтобы заставить ее замолчать, они делают фотографию, на которой она тусуется с монстрами подземелья. Используя это фото в качестве материала для шантажа, который разрушит ее репутацию, если ее кто-то увидит. Кинзи приветствует ее в своей компании, поскольку теперь она вынуждена работать на них. Однажды вечером группа людей оказывает давление на Кинзи, требует вернуть золото, которое он занял вместе с процентами, давая ему последний срок, прежде чем они лишат его жизни. Вместо этого, внутри подземелья, Сия пытается научить Кинзи и Ваниба сражаться с монстрами, но Кинзи слишком подавлен из-за своей надвигающей гибели. Пока они собирают добычу монстров, ему в голову приходит идея. Идея Кинзи состоит в том, чтобы создать ферму монстров внутри подземелья, где они будут приручать монстров и собирать с них добычу без необходимости сражаться с ними, поскольку они стеляют любые потерянные части. Со временем эта идея становится настолько прибыльной, что помогает ему, выплатив весь свой долг. Сия чувствует себя неловко из-за того, как они зарабатывают деньги, поскольку это не тот способ, которому ее учили. Пока она протестует, происходит сильное землетрясение, разрушая части пола, из-за чего она начинает падать. Кинзи пытается спасти ее от падения, но в конечном итоге падает вслед за ней. Владелец компании Вируза Шубах объясняет, что во время Марша Смерти Магин будет атаковать людей с сильной магической аурой, чтобы пожрать их. Она показывает, что отправила Сия в подземелье в первую очередь, чтобы она служила в качестве пищи для Магина. Кинзи и Сия оказываются глубоко в подземелье, где Сия благодарит его за усилия, даже несмотря на то, что он не смог спасти ее от падения. Появляется Магин, атакующий Сия. Она ошеломлена его силой, но она все равно ранит его своей сильной атакой. У Сия есть предмет, который позволяет одному человеку телепортироваться из подземелья в случае чрезвычайной ситуации. Но поскольку их двое, Сия хочет использовать предмет на Кинзи, решив остаться и выполнить свой долг. Кинзи отказывается от этого, выхватывая предмет из ее руки и бросает его в Магина, что приводит его к телепортации из подземелья. Сия не может поверить в то, что сделал Кинзи, но тот совсем не беспокоится об этом, заявляя, что Магин все равно сосредоточился только на ней, так что монстр в конце концов вернется к ней. Это означает, что у них есть некоторое время на подготовку. Кинзи использует прирученных монстров, чтобы быстро подготовить ловушки для Магина. Обеспокоенный тем, что Риму нигде нет, план Кинзи, похоже, работает, поскольку они используют Сия, чтобы водить Магина из одной ловушки в другую, повреждая и ослабляя его. В конце концов, Магин переходит в режим Берсерка, и Сия готовит снова рискнуть своей жизнью, чтобы остановить его. Это была первая часть. Если наберем под этим видео большую активность, выпущу вторую. Не забудь подписаться. И спасибо за просмотр.